Мозырь-Соль развивается динамично и успешно. Такое мнение высказал председатель облсполкома Владимир Дворник в ходе посещения предприятия. Визит был обусловлен и тем, что недавно здесь сменилось руководство. Результатами работы нового генерального директора Владимир Дворник остался доволен. На этом предприятии я не первый раз и, конечно, для меня очень важно. Здесь недавно была смена руководителя, поэтому прошло определенное время и у меня было желание посмотреть, что изменилось, что добавилось или какая динамика в ту или иную сторону. Поэтому я сегодня с удовлетворением хочу отметить, что действительно я чувствую по коллективу, что вот эта преемственность бывшего руководителя, который пошел на другую работу и сегодня нынешнего, она сохранилась в том же русле, в том направлении, но единственное и самодостойное, что она еще добавила к тому уровню, что было ранее. Поэтому очень приятно сегодня и встретиться с людьми и с руководством этого предприятия. Мозрисоль работает рентабельно. Около 80% своих товаров экспортирует. Ассортимент представлен 100 видами продукции, которые производятся на современном белорусском, российском, немецком и чешском оборудовании. После посещения производства прошла встреча с коллективом предприятия. На нее собралось около 200 человек. Сначала губернатор поделился результатами от увиденного. Подчеркнул, что от эффективности деятельности завода зависит благосостояние каждого работника. Что касается, например, средней заработной платы, то она выглядит достойно – более тысячи рублей. Но есть резервы для роста. Преимущество работы Мозрисоли перед другими производствами в том, что здесь есть свое сырье. Его не нужно закупать, как это приходится делать многим предприятиям. А потому есть все возможности для еще более успешного развития. Мозрисоль – это предприятие, которое известно не только на территории Республики Беларусь, но и далеко за ее пределами. Более 80% продукции отправляется на экспорт. Поэтому качество и уровень предприятия известен далеко за рубежом. На сегодняшний день предприятие полностью загружено и имеет широкую ассортиментную линейку и удовлетворяет самые строгие потребности своих покупателей. Встреча председателя облсполкома Владимира Дворника с коллективом прошла в формате открытого диалога. Губернатору со своими проблемами обратились 12 человек. Вопросы были самого разного содержания и масштаба – от нуждающихся в объяснении законодательных моментов до тех, которые требуют индивидуального подхода. Один из работников поинтересовался, возможно ли начать кредитовать на льготных условиях строительства жилья для молодых специалистов, имеющих одного или двоих детей. Либо установить ограничения по процентной ставке. Блок обращений касался развития Мозыря и в целом Гомельской области. Например, люди спрашивали о завершении ремонта бассейна и драматического театра в райцентре, электрификации некоторых участков железной дороги, строительстве трасс. Были вопросы, для решения которых не нужны большие деньги. Это улучшение освещения рядом со школами и детскими садами, а также лесопарковые зоны. Высказывались предложения о необходимости ремонта покрытия на школьных стадионах. В большом числе, в основном, я бы сказал, они в удручающем состоянии. И, конечно, хотелось бы, чтобы город получил хорошие стадионы, чтобы дети занимались спортом. Соответственно, государство тратило меньше на здравоохранение. Вопросы работников предприятия Владимир Дворник взял на контроль. Разумеется, те, которые требуют больших финансовых средств, будут решаться по мере возможности. В целом же, в последнее время стало хорошей традицией за каждый год-два приводить в надлежащий вид районные центры. Сейчас как раз наступает очередь в Мозыре. По словам губернатора, за этот и будущие годы здесь проведут масштабные работы по реконструкции объектов и благоустройству территории. Марина Джалая, Игорь Морищенко. Новости недели из Мозыря.